Мы познакомились в кафе, начали общаться, начали встречаться вот так вот уже 4 года, 5-й год вместе мы. Казалось бы, типичная история любви, если не считать, что супруг Марии гражданин Турции. Они познакомились в Тюмени, вместе строили ГРЭС. В январе переехали в Нижнекамск работать на Таифе. На тот момент в семье ждали первенца. Доченька родилась 29 мая здесь, в Нижнекамске. Большое спасибо врачам, хочу сказать, о воспользовании ваших случаях, медсестрам, всем персоналу роддома, за доченьку мою. Дочку зовут Каплан за храм Мелисса Волкановна. Показывать дочку Мария не захотела. Свадьбу супруги Каплан играли в Турции. Девушка признается, не думала, что замуж выйдет за иностранца. Застать дома мужа нам не удалось. В месяц у него всего два выходных. Впрочем, как и у всех граждан Турции, которые приехали работать в Нижнекам. Времени на построение личной жизни практически нет. Но выход иностранцы все-таки нашли. Наверняка многие девушки уже не раз получали сообщения в социальных сетях от граждан Турецкой Республики. Вот, к примеру, сайт Одноклассники. За короткий период времени на аккаунт пришли десятки сообщений с предложением познакомиться. Пишут и на русском, и на английском, и на турецком. Многие, надо сказать, в буквальном смысле одолевают девушек. Некоторых вариант такого знакомства через соцсети вполне устраивает. Причем порой общение с иностранцами переходит в серьезные отношения. В управлении ЗАГС нам рассказали, в этом году они заключили не один интернациональный брак. За 9 месяцев 2015 года мы зарегистрировали 37 таких браков. Из них с гражданами Турции было зарегистрировано 6 браков. Но это не окончательные цифры, потому что я знаю, что к нам приходили пары, в том числе граждане Турции, которые планируют еще создание своей семьи. Сейчас в Нижнекамске почти 2,5 тысячи турков. В миграционной службе отмечают, по сравнению с 2014 годом иностранцев стало больше в 2,5 раза. Работают они в основном на Таифе. Генеральным подрядчиками является иностранная фирма Гемонт, которая, значит, турецкая фирма, и привлекает в основном граждан Турции. Именно этой фирмой у нас привлекается 2238, вот на сегодняшний день 2238 человек. Республика Татарстан является наиболее крупным потребителем легальной иностранной рабочей силы в Приволжском федеральном округе. Специалисты считают, что рабочие из других стран обеспечивают определенную конкурентоспособность на рынке труда ввиду низкой стоимости своей рабочей силы. А это положительно влияет на социально-экономическое развитие Татарстана. Впрочем, интернациональные браки уже давно не редкость. Многие считают, неважно какой национальности твоя вторая половинка. Ведь главное взаимопонимание и крепкая семья. А ее можно построить с любым человеком. Главное найти своего. А далее сразу вам Максим Липин. Новости НТР. Максим Липин. Новости НТР.